Прошедший зимний сезон подтвердил интерес туристов к Сочи, но не все службы рассчитали свои возможности по приему такого количества гостей. На некоторых горнолыжных курортах, например, скипасов продавалось больше, чем рассчитано для комфортного обслуживания. Имелся дефицит товаров и услуг, а больше всего трудностей гости испытывали с парковками. Каждый из курортов Красной Поляны получил рекомендации по улучшению сервиса, транспортной логистики и информационному сопровождению. Улучшение сервиса на горнолыжных курортах мэр Сочи Анатолий Пахомов ведет одной из основных задач. Уже сегодня видно то, что зимний сезон будет у нас напряженным. Очень большой спрос на путевки. Мы знаем, что январь месяц продан на 85%. Это выше, чем в прошлом году было, но в прошлом году мы имели недостатки. Нам надо все сделать для того, чтобы гости, которые приехали к нам на эти праздники, на рождественские, новогодние праздники, чтобы они получили качественные услуги. И естественно, что ни в коем случае не допустили, что чего-то где-то в ресторанах или магазинах не будет хватать. Вот как здесь. Комплексная комиссия, которая будет рекомендовать нашим туроператорам, ательерам и розничной нашей сети иметь складские помещения. Это вместе с Роспотребнадзором, с Пожжинадзором, какая логистика должна запас транспортных средств для уборки снега, рабочих, где они будут проживать эти рабочие, какая будет оплата. Я бы хотел, чтобы уже в начале ноября мы провели как совет безопасности с целью обеспечения безопасности в зимний период, а также мы провели кустовые совещания со всеми отраслями, где им поставить задачу и спросить с них, как они будут это выполнять. Ну и как бы уже имея опыт, не допускать ошибок, которые были допущены в прошлом сезоне. Работа над ошибками уже ведется в части стоянок для автомобилей. Только на курорте «Роза Хутор» четыре многоуровневые парковки. Каждая может принять около 300 машин. На въезде в четырехэтажный гараж высвечивается информация о количестве свободных мест. Есть и оборудованные площадки для инвалидов. В горной части оборудовано еще 600 машиномест плюс к уже имевшимся 1100. К этой площадке ведет новая дорога. Там оборудована и точка продажи скипасов. Этот же вопрос решают и другие курорты. Тем не менее, у туристов есть альтернатива. А тем, кто хочет посетить горы в момент пиковой нагрузки, можно добраться на «Ласточке» или автобусом. Здесь на въезде в курорт «Роза Хутор» перед новогодними праздниками установлен передвижный топлоид, формирующий о заполняемости многоуровневых парковок. В случае отсутствия свободных машиномест, гостей курорта перенаправят на перехватывающие парковки. Они будут доступны на станциях «Эста Садок» и «Роза Хутор». От последнего вокзала, расположенного в километре до конечной остановки, уже курсируют шаттлы. Три вместительных автобуса ходят согласно расписанию электрички. В зимний сезон их количество планируют увеличить. Ведь, согласно прогнозам численности туристов, она составит порядка 6 миллионов человек, с учетом гостей, которых привлекают еще и событийные мероприятия. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.